Мне кажется, задача дома актёра По возможности сохранять память о тех крупных, великих, выдающихся и просто актёрах Которые несли вот этот аристократизм в театре, эту высокую интеллигентность Эту ноту, которой сейчас, мне кажется, так не хватает нам и в жизни, а может быть и на театре Вечер памяти Софи Станиславовны Пилявской очень много даёт для того, чтобы молодые люди понимали Кто представлял собой наш театр в те годы Софи Станиславовны Пилявской – это, в общем, большая страница истории Московского художественного театра Память о Софи Станиславовне Пилявской, она будет жива и во мне, и вот в том кабинете, где я сижу, и где каждая вещь полна какого-то смысла Вот эти часы оставила в память о себе дома актёра, уже когда её не было, вот нам принесли её часы, и они теперь будут стоять в этом кабинете А поскольку каждая вещь здесь, она имеет какой-то смысл и какое-то значение человеческое, то вот Софи Станиславовна Пилявская, а в общем-то даже и всё её поколение, и тот МХАТ, и та жизнь Вот все они не только в сердце и в душе, но и вот в таких старых часах Но в театре я абсолютно одинока Опять-таки есть хорошие люди, которые хорошо относятся И я к ним тоже хорошо отношусь Но то понятие дружбы, которое у меня было с Алексеем Николаевичем Грибовым, Пашем Асальской, Ершов Это всё мои очень-очень близкие друзья Вот это была дружба настоящая Я не хочу дожить до столетий театра Тем не менее я дожила до него Конечно, у меня в этот вечер, трудный для меня, мысли у меня были не здесь То есть не в этом вечере, а они были далеко вот в те времена Зев Станиславна жила с порядочными людьми Она не просто их помнила, она среди них жила Это была её любовь, это было её преклонение перед теми художниками, артистами С которыми вместе она долго-долго служила в художественном театре Своей дружбой она заслужила удивительное право Говорить то, что она думает Иногда бывало Жёсткой и очень жёсткой Безмерно строгой И просто так Войти в дом к Станиславе было невозможно Подластиться Опутать комплиментами Это всё было нереально совершенно Это право нужно было заслужить Постепенно она оказалась единственной Кто помнил Константина Сергеевича И бывал на его репетициях Кто работал с Марьей Петровной Кто помнил первое поколение и был с ними близок Если Пилявская дружила с Ольгой Леонардовной И играла вместе с Василием Ивановичем То и нас это делало близкими Сопричастными тому великому искусству Первого и второго поколения художественного театра В 60-е она была прекрасна, женственна Обворожительна Да и Ещё три года назад Она была так же великолепна И мы изумлялись этой редкостной красоте Я горжусь и счастлива тем Что тоже была обласкана Софья Станиславовна И вот эта её любовь Она со мной каждый день Поклон ей низкий Благодарность неизбытная Любовь великая Моя вторая духовная мама Жуся Я вам бесконечно благодарна и кланяюсь до земли Спасибо Собственно, Саниславовна Власть человеком замечательная Она пришла к нам на третий курс И первое, что она с нами делала Это бег Булгакова То, что было запрещено Виктория Акстаницына Был руководитель курса То, что было запрещено тогда ставить Первое, что мы увидели Длинную папиросу Фемина Она закуривала Ну, естественно, что После того, как мы увидели, как она курит Мы все закурили тоже В книге она пишет Что она безумно боялась своих студентов У нас было ощущение Что мы должны залезть по столу И как-то тихо уйти Потому что та царственность То есть очень долго мы не знали Только когда кончили Только когда благодаря Маргарите Ивановне Жигуновой Мы в последние годы Часто с ней встречались Я поняла, что она очень застенчивый человек Очень застенчивый Очень робкий человек И вот это все Ее такое воспитание И интеллигентность Это все действительно в крови Я их боялась В том ужас До того, что у меня дрожали ноги Я не знала, как скрыть этот страх Потому что я их боялась И не знала, чему я их могу научить А Раевской один раз мне дал совет Приходи, садись Говорят Проходи Век посвящен эмиграции Наша одноклеточность Даже не предполагала, что такое эмиграция И мы немножко были удивлены Потому что в течение нескольких уроков Софи Станислава рассказывала о похоронах Об уходе из жизни Константина Сергеевича Об уходе из жизни Владимира Ивановича Она никогда не рассказывала нам о Николае Ивановиче Когда уже мы выросли Но довольно много горестного и печального Поскольку другие педагоги Виктория Ивановича Станислава нас все время веселили И так, так сказать, живо Как-то все проходило То здесь мы никак не могли ощутить Почему, то есть, не знала Такой печальный человек Мы не знали ее судьбы Такой трагической Почему она пришла в школу-студию А потом я понимала Поскольку мне приходилось Сыграть Серафиму Это она создавала атмосферу Чтобы я в свои идиотские молодые годы Понимала, что такое утрата Что такое утрата Как это сыграть Как это этим зажить Как это впустить в себя Что я потеряла Я потеряла родину Я потеряла отечество Я потеряла друзей И еще я хотела один рассказать эпизод Какая фантазия была Такая бытовая, очень смешная Что рассказывала Станислава Не относящаяся к искусству Я вспомнила сейчас сидя Например Вот они идут в дом То ли Москвина, то ли кого-то И вот и надо поразить Что-то принести на стол Очень занятное Но у них не было денег С Николаем Ивановичем Купить икру или что-то там еще Вот нету И вот они придумали Но продавались на рынках Тогда в 30-е годы свежие огурцы И зимой Они сделали малосольные огурцы И поразили чей-то стол То ли Тархановский, то ли Москвинский То есть фантазия ее И талант И умение создать радостное настроение за столом Ну теперь может поесть-то можно Все разговаривали Немножко поешьте Танцы на столе Если выдержат Столки Я хочу сказать Про одну Еще одну большую Очень любовь Ее жизни Которую она тщательно Будучи человеком Целомудреннейшим И скромнейшим Она никогда не Она боялась Каплю хотя бы Показать того Что это какая-то особая дружба Какие-то особые отношения Я говорю об ее Дружбе с Святославом Теофиловичем Рихтером Она его обожала Надо сказать, что он Отвечал ей полной взаимностью Это была нежная Восхищенная любовь Она старалась не пропускать Его концертов Я часто сидела с ней Рядом на этих концертах И видела, что с ней творилось Его мхат Это было воплощенное чудо И вот его пригласили там играть Он говорит Я с ума сходил от страха Я ничего не понимал Я трясся И вдруг ко мне подошли Две женщины И одна из них была Такая красивая Что я даже перестала И вот это такая красивая Это была Сустина Слава И вот я помню Когда была презентация Книги при ней Вот там в большой гостиной Они с ней львовные Уже будучи больными Сильно Они прислали какое-то Замечательное письмо Зося, дорогая, дорогая Глубоко сожалею Что не можем быть На презентации вашей Такой прекрасной Бесконечно интересной книги Все, дорогие Каждому сердцу лица Встают живые перед нами Восторгаемся Вашим писательским талантом Искренностью И подлинностью Вы сумели Облечь все В такую совершенную форму Мы не могли Оторваться от чтения Низкий поклон Спасибо, спасибо Нина Дерляк Святослава АПЛОДИСМЕНТЫ Был бал устраивался у Рихтера Настоящий бал С танцами С огромным количеством гостей И все И собственно Славна была приглашена И очень беспокоилась Я за ней заехала Привезла ее А она все время Волнуясь Все время твердила Я прямо вот Михаил Афанасьевич Про меня написал Ей старой дуре На печи лежать А она по балам скачет Ну вот И когда какой-то Был очередной танец Была мазурка И Святослав Теофилович Разлетелся к ней Значит ее пригласил И она сказала Славочка Мазурку я не могу Вот когда будет полонез Понимаете Вот это все Как это было замечательно Я расскажу вам Как мы с ней Подружились И познакомились Она была последним человеком С которым Елена Сергеевна Разговаривала по телефону А потом она умерла Елена Сергеевна Не было вечера Чтобы я не была у Елены И мы с ней перезванивались Я ей звонила Она мне звонила А ту позвонила перед ужином Я говорю Люсенька Почему у вас такой слабый голос Она сказала Я вас очень люблю Каким-то совсем тихим Тихим голосом Но опять мне ничего В лоб не улетело Думаю Ну бывали с ней Такие вещи Восемь утра Позвонила мне женщина И ей было сказано так Собственно славно Звонился Шиловский Сказал Что скончался Елена Сергеевна Булгакова Меня стал трясти А понять я Сразу не смогла Вот так кончилась Моя дружба С Еленой Сергеевной И когда мы хоронили ее Софья Станиславовна Сидела около меня У гроба И дала мне Маленький мешочек С землей И научила Как нужно положить его На грудь Елене Сергеевне Когда будут хоронить И сказала Ты теперь детка Держись меня Я была в таком Потрясении От того что Во-первых я увидела Такого человека Такой красоты Такой простоты Такой С кем вот Меня свела судьба А жизнь ее Очень не баловала Очень Она так трагически Теряла своих близких И так в общем Осталась одинокой Ей было наверное Нелегко Папа не вернулся домой 13 сентября 37 года Теперь я знаю Как он погиб Мне голову морочили Очень много раз Куда я только Не тыкалась Время это было Очень страшное По приказу Красного директора Как у нас называли Я даже не помню Как его звали Под его диктовку Шепотом Я значит Написала эту бумажку По собственному желанию Из театра Когда Константину Сергеевичу Дали вот эту вот Мою бумажку Он сказал А почему она уходит Ему стали объяснять Что я дочь Врага народа Он говорит Да я понимаю Что Но она же дочь А не враг И порвало Это мое Таким образом Я осталась в театре Ну конечно Жизнь моя была Не веселая Ну конечно Было страшно Ну обошлось Ну конечно Обошлось Дорогой ценой Потому что Муж был Сердечник Наследственный А его ведь И таскали И требовали Сотрудничества Требовали Отречения Николай Иванович Дорохин Он талантливый Человек был Одержимый Театром В театре Его Его очень Любил Владимир Иванович И очень Ценил его Вот эти часы Которые там стоят На секретере Николай Иванович Завел в это утро Заводил он Всегда их сам И они били Чудно И четверти И часы И Остановились они В минуту Его смерти 32 минуты 12 Мы Несколько лет Подряд Новый год Всегда встречали Ольги Леонардовны Я помню В этот день Все было нормально Вроде благополучно Мы вышли К Ольге Леонардовне Я вошла первая Он с кем-то задержался Еще на лестнице И дом-то весь знакомый Мы И когда он вошел Он был совершенно белый И сказал Мне плохо Я вынул Нитроглицерин Он отмахнул руку Он боялся его Валидол Но все-таки Я засунула ему в рот Он шагнул в столовую Снял пальто Шагнул в столовую И упала Она старалась быть всегда Подтянутой Очень гордой Очень независимой И Ну в общем Наверное только она знала Какой ценой Это ей достается Но она Не жаловалась Она воспринимала Жизнь С очень светлой стороны Сгадаем Свободно передвигаться По сцене Становилось все труднее И труднее А когда Я спрашивала Ну А как же было Ну вот А какой был спектакль А как что А мы с ней В течение последних лет Каждый вечер Перед сном Говорили по телефону Это был закон И она говорила Я говорю Ну как Как Прошел спектакль Она говорит Все было хорошо Только я немножко устала Ну ничего Теперь нужно дожить До следующего спектакля Так она и жила От спектакля до спектакля Это была ее радость Это был смысл жизни Пока она была на сцене Она была счастливым человеком Ее скромность Была такой иногда даже Странной Смешной Она мне говорила Вот я от многих людей Слышу что меня считают Очень красивой Я так и села Скала ну как А как Как по вашему Она говорит Ну даю вам слово Что я этого не вижу Что я Даже не люблю Смотреться в зеркало Я только смотрю Когда мне нужно Гримироваться И больше никогда И это была правда Она действительно Так к себе Относилась Познакомилась я с ней В девяносто втором году Совершенно случайно Я была в музее Пушкина Я волнуюсь ужасно И вы знаете Мы с Ирина Александровна Как-то идем Вот один зал И следующий зал Я в дверь вижу Идет женщина Знаете Я даже Как-то так Остановилась Наверное Неловко выглядела Как-то так у меня Получилось совершенно Я говорю Ой А по-моему Это Филявская Я подошла к ней Говорю Ой Я говорю А можно я вас Подержу за руку Живую Не в кино Понимаете Я так Я ее обожала Просто Вот так Особенно После фильма Все остается Людям И вы знаете Мы как-то Забыв Обо всем Вот так Поговорили с ней Даже забыли Что мы в музее Поговорили И она Приходите к нам МХАТ А вы читали Мою книгу Я говорю Нет Я даже К моему суду Я даже не знаю Что вы написали Книгу Я так и сказала Я говорю Конечно А где ее можно Сейчас взять То есть Я даже Как-то так Растерялась Она к нему Пришлю Вы знаете Буквально Дня через два Эта книга Появилась у меня Она Вся в этой книге Вы знаете Вот такое ощущение Что это Не человек А вот Какое-то божество Было Я К ней просто Рвалась Я В силу К сожалению Занятости Все эти годы Мы больше с ней Тоже говорили По телефону Но Каждая встреча Это была Каким-то праздником У меня такое ощущение Что и она К этому К этой встрече Готовилась И я тоже Это были какие-то Удивительные Просто встречи Вот Ну такого Отношения Как к ней И вообще Вот Какой-то такой Внутренней тяги У меня просто Не было Ни с кем Я Вы знаете Я боготворю Этого человека И она Вот Настолько Непосредственно Под детские Чиста Я помню Когда Так получилось Что С ее согласия Как бы Мы встретились По-моему Человек 20 актрис И по-моему Одни были женщины Мы собирались В Кремле Замечательно Прошел этот вечер Сделали снимок Вот Владимирский зал Вот где Подписывают документы И вот лестница Как раз Там по-моему Пять или шесть Ступенек Такие В общем Мы вся группа Назвучит 25 что ли Вот так Стояли все И опустились Но все же Смотрим друг на друга Причем Никто не обращает Внимания Как бы Что вокруг И Ребята Кто-то стояли Так мне показали На собственную славну А я оказалась Ряда Чтобы с ней была Вот Ну как бы Ее немножко Так держала Ну Старалась Окол нее быть Я посмотрела А у нее юбка Упала на пол Понимаете Это было все Мгновение Вот совершенно Это даже трудно Вот передать словами Я говорю Ой И Так Мы сразу Наклонились Кто-то Я рядом Быстро так Поднимаем Вот у нее Изумительная рубашечка Беленькая И с кружевами Но Как собственная славна Она совершенно Не смутилась То есть она Ах Так я не могу Показать Конечно Как фактически Как она Ах Во Владимирском зале Я еще юбку не теряла Причем это было Красиво все Я потом Когда фотографии Весла Я думаю Боже мой А что же делать С этой фотографией Я даже растерялась Приехала к Союз Станиславни Я говорю Союз Станиславни А как вы думаете Ну я естественно Всем сделала фотографии Конверт Где кто Где кто был снят И Я говорю А что делать Вот с этой фотографией Показываю Она так Не улыбнулась Я говорю Ну что вы Найносим Забудут все А эту фотографию Знаете как И в самом деле Вот это Забыть невозможно И вообще Человек Она Просто потрясающий И я думаю Что Наверное Все Кто соприкоснулся Как-то С Станиславни Он будет помнить Ее всегда И она Осталась Такой же Красивой До Последних дней Вы знаете Вот я к ней Была В больнице У нее Накануне Буквально Вечером А на следующий день Свои слова Не встала И вот даже В эти Трудные Минуты Она была Красивая Я ее Очень Люблю Вот Не знаю Вот у меня Такая привязанность К ней Привязанность Просто Вот Даже не могу Передать Словами Спасибо Когда Когда Вообще Порой Я Вот Вроде Там Рядом С властью И то Понять Что-то Не могла Иногда И как-то Ну Даже Терялась Вы знаете И меня поражало Как Собственно И славно По полочкам Могла Разложить Вот все Что там Происходит Наверху Вот Этому Я поражалась Всегда Вы знаете И какую бы Вот она О человеке Скажет Я думаю Ну я то знаю Она то ведь Не знает Абсолютно Точно Знаете Вот ее Какая то Прозорливость Вот ее Интуиция Какая то Вот Она Вот интуитивно Просто чувствовала Как человек Дышит Что Ну я не знаю Просто Вот это Вот было Поразительно Знаете Нам ее Наверное Всю жизнь Будет не хватать И мы ее Будем Помнить До конца Она была Самая красивая В 20 веке Алуша Совершенно Права Она была Очень Умный Человек Она была Прекрасно Образована Воспитана У нее Трагическая Судьба Она была Абсолютно Святая Ну вот Я слушаю Слушаю Что же Это за Судьба Почему Женщина В расцвете Лет При такой Красоте Таланте Все Дольше Не вышла Замуж Почему Почему Может быть Не нашлось Такого Человека Николая Николая Иванович Да нет Просто Ее Внутреннее Чувство Ей Не позволяло Она Однажды Любила И она Однажды Отдала Руку Человеку Она Однажды Отдала Своё сердце Художному Театру Который Простите Ее Гнорил Я Репетирую С ней И вижу Передо мной Великая Характерная Актриса Как она Репетировала Баронессу Как она Потом Играла В Петрушевской Московский Хор Это же Великая Характерная Актриса Я Не знаю Такой Мощи Еще Рядом Ничего И не Был Такого Я думаю Что же Такое Почему Так мало Играла Почему Ее Не И Куда Они Глядели И Все Рано Осталась Верна Тому Театру Который Ее Даже На Треть Не 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 Использовала Того Что Она Могла Того Что Она Умела Что Она Могла Бы Открыть И Театру И Миру И Звителям А Я Теперь Понимаю Что Она Человек Уникальной Судьбы И Думаю Так Она И Общению Да Не По Кругу Ее Друзей Да Ее Вот Эта Дружба С Ольгой Вене Анны Ничего Похожего Даже Это Что То Совершенно Уникальное Вся Ее Жизнь И Даже Последняя Дружба С Наиной Осиной Вот Понимаете Это Фантастичка Чтобы Чтобы Жена Главы Государства Подошла В Пушкин В Музей И И И И И И Как Трисе Уже Пожилой Сказал Боже Так Это Пелябск Это Что Совершенно Уникально Товарищи Это Вы Могли Ее Позвонить Кто-то Ваш Ну-ка Пригласите Мне Есть В Анхате Народная Артистка Пусть Зайдет Это Ж Тоже Да Ну Поехали Ну Чего 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 Увидеть Увидеть Это Все Совершенно Вот Это Вот Вот Это Злося И И Вот Нет ее И Вот И И Как Труд И У Меня Очень Очень Много Чего Нет Ой А эти Походы В Германии По магазинам Не Можно Это Вообще Не Можно Значит Иди Сюда Ты Ты Пойдешь В магазин Пойду Конечно Сувенируешь Ну Бери Меня С тобой Конечно Идем Входим Большой Немецкий Магазин Я говорю Что Надо Злося Она Так Вот Это А Там Ну Что Пошли Подходим А Там Такая Такая Вот Такая Корзина Как Этот Ковер И Там Всякие Шляпки Беретки Какие Она Вот Это Надевает И Где Тут Платить Она Уже В Этом Все Точно Так Ж Она Покупила Себе Пончу Вот Эту Берет Ее Цвет Ее Это Не Может Быть Это Глаз Какой То Для нее Она Видела Как Глаз И Вот Говорит Смотри Ботиночки Вот Сейчас Примерю Мои Ее Так С ней Хорошо Было И Так Тоже Душевно Хорошо И В Больнице Все Ее Последние Воспоминания Это Было Изумительно И Она Уже Понимала Что Последнее Вот В чем Горечь Вот Наша Да Что Она Понимала Собственно Славное Я так Только Думала Вот Только Как Такая Красота Рядом Может Ходить Ладно Николай Иванович Когда Увидел В Лувре Эту Вот Афродиту Красоту Он Сказал Моя Лучшая А Вадим Васильевич Любой Говорил Вот Зимой С ней Еще Можно Ходить По улицам Но Летом Да Она Достигла Всех Званий Которые Достигли И ее Друзья По театру Но Трех Званий Не Достиг Никто Ваше Достоинство Ваша Порядочность И Ваша Непрешенность Вот Что Такой Любой Зосин Найносина Вот Только Я Сейчас Вам Она Даже Никогда Не Называла Вашего Имени Она Только Звонила И Говорила Кариша Вы Там С Борей В Смоленском Сыр Хороший И Кексы И И Мы Мы Понимали Что Вы Едете И Мы Знали Что Гусь К Новому Году Ваш И Мы Знали Что И Мы Знали Что Что Уход Теряли Голову От Восторг Они Все Бросали И Прибегали Чтобы Побыть Эти Несколько Минут И С Юмором И С Серьезом И Все От Мала До Велика Сидели Вот Так И Вдыхали Атмосферу Которая Создавалась Вокруг Нее И Вот Я Вспоминаю Как Алпатов Рассказывал Про своего Профессора В Года Революции И Говорил Что Тот Войдя В Аудиторию Сказал Господа Да Да Не Удивляйтесь Господа Я Не Оговорился В жизни Надо Решить Только Три Вопроса Красиво Это Или Некрасиво Достойно Это Или Недостойно Благородно Это Или Неблагородно Вот С С С С С С С С Какого Габеляна С Низошли На Радость Миру И На Зависть Цвет Ее Величество Давинчевский Портрет Ее Сиятельство Очей Раскосых Свет Дань Восхищения У Королевских Ног Великодушие Отточенный Клинок У Окружающих Извечный Пиетет И Одиночество Поскольку Правных Нет Ой Карина Ой Мало Я Тебя Ты Какая Тебя Неисправимая С С С Станиславовна Самим Фактом Своей Жизни На Земле С С С С С С С С С Я Даже Не говорю Сегодня О Театральных Ее Делах Всяких Просто Тем Фактом Существования На Земле Она Сделала Для всех Нас Так Много Что Не отдать Ей после Смерти Вот Эту Малость Эту Книгу Было Не просто Нечестно А Как бы Ну Просто Такое Откровенное Хамство Не перед Ней Перед Нами Понимаете Перед Нами Которые Здесь Жить Остались Потому Что Скажем Была Вот Этим Последним Может быть Единственным Катером Связи Вот Мной Сегодняшним Между Мной Сегодняшним Погруженным В эту Сегодняшнюю Ну Разную Мягко Говорят Жизнь И вот Тем Замечательным Временем Ради Которого В общем Есть Смысл Выпускать Дальше Газеты Культура Заниматься Всеми Этими Так Делами Вот Вот Тем Человеком Без Которого Вот Происходит Вот Эта Самая Ужасная Шекспировская Штука Когда Прерывается Связь Времен И Начинаешь Вообще Думать А Следует Ли Дальше Заниматься Тем Чем Мы Все Занимаемся Понимаете И она Как бы Всей Своей Жизнью Всем Своим Поведением Вот Сама Собой Убеждала В том Что На самом деле Ну Вот Можно Дальше Жить Можно Дальше Заниматься Можно Дальше Работать Это Был Человек Конечно Удивительного Благородства Человек Вот Я Покровский Подсказал Мне Я Придумал Где Спрятал Про Антисоветскую Красоту Помнишь Как Придумали Это Вот Этот Человек С Удивительной Антисоветской Красотой Пронесенная Через Всю Жизнь Понимаете Удивительной Редкой Опять Таки Повторяю Внутренней Такой Как бы Очень Не Советской Души Понимаете Человек Который Олицетворял Собой Вот Это Вот Великое Слово Театр Без Всякого Плебийства Которое Сегодня К сожалению В этом Виде Искусство Больше Чем Всего Остального Она Заслужила Этого Я думаю Что То Что Мы Сделали Это В общем Самое Самое Мало Все Остается Людям Дурное И И В этом Оставшемся Мое Забвение Или Бессмертие Оставшемся 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 Оставшемся